Добрый день, уважаемые товарищи присутствующие, уважаемые спикеры и уважаемые телезрители. Мы открываем сегодняшнее заседание дискуссионного клуба Казанского федерального университета и посвящено оно самой что ни на есть глободневной теме – коронавирус. Это новая чума или просто банальная эпидемия? Сейчас нарастает вал информационной шумихи, связанной с коронавирусом. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу, которая сейчас охватила не только Китай, но и проявление ее наблюдается уже и во многих странах, даже весьма отдаленных от Китая. Каждое утро сейчас мы вглядываемся, вчитываемся сводки, которые сообщают нам о количестве зараженных. Вот сегодняшняя сводка на утро 6 февраля 28 000 зараженных, 3,6 в тяжелом состоянии находится и умерло 563 человека. Как мы видим, каждый день количество зараженных и количество умирающих растет, и со страхом мы смотрим на телевизионные репортажи из Китая, которые рисуют там совершенно апокалиптические картины, где люди лежат, корчатся, умирают, где вымерли целые города и провинции, где совершенно иногда показывают жуткие картины, поэтому сейчас мы должны отделить зерна от плевел. И в этом нам помогут наши уважаемые эксперты, спикеры, которых мы пригласили, и я вам сейчас их большим удовольствием представлю. Это Резванов Альберт Анатольевич, профессор, доктор биологических наук из Института фундаментальной медицины и биологии. Прошу любить и жаловать. Добрый день. Осипов Сергей Альбертович, главный врач университетской клиники КФУ. Кох Игорь Анатольевич, профессор, доктор экономических наук из Института управления экономики и финансов Казанского Федерального университета. Как вы видите, спектр экспертов, спикеров наших сегодня такой разнообразный. Есть и экономист, есть и генетик, есть врач. И это даст нам возможность посмотреть на эту проблему с разных сторон и получить достаточно развернутые ответы. Начнем с генетики. Альберт Анатольевич, откуда эта зараза вообще? Почему, как случился этот коронавирус? Скажите нам, пожалуйста. Ну, вообще, человечество знакомо с коронавирусами очень давно. То есть, и болели люди всегда ими, и в прошлом веке уже был выделен возбудитель. На данный момент описано уже порядка сорока различных коронавирусов. Они живут, размножаются и в человеке, и в животных, и в диких, и в сельскохозяйственных. И, например, в популяции человеческой описано четыре коронавируса, которые постоянно присутствуют, постоянно вызывают легкие, максимум средней тяжести вирусные респираторные заболевания. И, по сути своей, ну, врачи всегда относились к этим заболеваниям достаточно спокойно. Потому что, как я уже сказал, заболевание обычно протекало в легкой форме. Сергей Анатольевич потом может рассказать более подробно об этом. Но вот впервые человечество действительно серьезно столкнулось с проблемой коронавирусов в 2002 году, когда атипичная пневмония была зарегистрирована, это вирус SARS. Это оказался коронавирусом, и тяжесть протекания той инфекции была гораздо тяжелее, чем для обычных, привычных для человечества коронавирусов. Был на тот момент выявлен источник этих коронавирусов, это тоже были рукокрылые, потом этот вирус передался верблюдам и уже потом человеку. То есть основными резервуарами вот таких вот необычных вспышек, необычных инфекций обычно являются все-таки животные. И потом в 2012 году тоже была вспышка еще одного коронавируса средневосточного, тоже с достаточно высокой смертностью, тоже несколько тысяч человек переболело. И вот в этом году была зарегистрирована еще вот одна вспышка с источником в Китае. На данный момент опубликовано уже несколько статей, опубликован, расшифрован геном этого коронавируса полностью. И ученые пришли к выводу, что это химеры, то есть гибрид между двумя коронавирусами, один из которых это коронавирус летучих мышей, другой пока еще выясняется, откуда он произошел, тоже от какого-то животного. И получилось так, что эти вирусы обменялись генетической информацией, возникла новая генетическая комбинация, штамм этого вируса, который при благоприятном для вируса, неблагоприятном для человека ситуации передался уже людям в Китае. И этот вирус оказался способен не только инфицировать людей, но и передаваться от человека к человеку. И вот сейчас мы имеем то, что имеем. Вот вы озвучили цифры. На данный момент смертность порядка двух процентов, что, в принципе, к счастью, не является самой высокой смертностью для подобных инфекций. Я вот хочу напомнить, что по вирусу атипичной пневмонии, который у нас также из Китая, в 2002 году, в 2003 году, развернулся и даже до полусмерти напугал себя человечество. Там статистика получилась такая. Было 8098 людей, заболевших, и из них 774 человека умерло. То есть, ну, практически близко к 10% от количества зародившихся, вот эта смертность от атипичной пневмонии составила. И вот сейчас мы видим беспрецедентную реакцию Китая. Никогда китайцы так не реагировали. И есть подозрение, что от нас прячут или каким-то образом замалчивают статистику, учитывая закрытость и Китая в информационном плане, управляемость китайских СМИ и даже благосферы. Поэтому сейчас остается только гадать истинный масштаб, какой сейчас в Китае заболевших, умерших. И отсюда поползли слухи Ухань, город Ухань. Нам говорили, что какой-то птичий рынок, мокрый рынок, там китайцы поели то ли змею, то ли отвар из летучей мышки, то или в оси-кошку, там у них есть специально кормовые кошки, которых они едят, именно вот там, в Ухане. Но появилась версия, что в Ухане находится военная лаборатория Национальной освободительной армии Китая. И они как раз специализировались именно на вирусологии, на вирусах животного происхождения. И каким-то образом пошла версия, что это военный вирус. Так ли это, Альберт Анатольевич? Шансы, что это так, крайне малы. Более того, если глубоко копнуть, мы везде где-нибудь найдем какую-нибудь лабораторию, либо военную, либо полувоенную. У нас даже в Казани есть полузакрытые, скажем так, организации, которые в том числе занимаются и вирусологическими исследованиями. И если бы у нас что-то случилось, тоже бы, я думаю, начали на них всех собак вешать, или кошек, как в Китае. Или в первую, или во вторую очередь. Но обязательно бы до них дошла очередь. Дело в том, что, во-первых, подобные лаборатории, регламент работы в этих лабораториях очень строгий. Я сам, конечно, в четвертом уровне биологической безопасности в лаборатории не работал. Я работал в третьем уровне безопасности, но с вирусами той же классификации. То есть по российской классификации это второго класса патогенности. И случайный, скажем так, выброс этого вируса в окружающую среду практически исключен. Там очень много, скажем так, барьеров, которые бы этому попрепятствовало. Более того, эти вирусы не самые стойкие, к счастью, в окружающей среде. Они достаточно быстро разрешаются под действием окружающей среды, ультрафиолета, сухого воздуха. Поэтому, условно говоря, если где-то там кто-то чихнул в окно лаборатории, то, уверяю вас, это точно не дойдет до горды. Но ведь, Альберт Анатольевич, есть информация, что Китай просто игнорирует многие вещи в области этики генетических исследований. То у них действительно есть слухи о том, что они действительно проводят реальные запрещенные опыты и над людьми. Это слухи. Вот. И мы всегда говорим, да, вот все защищено. Вот Чернобыльская АЭС, она была защищенная. Там были ученые, которые говорили, это абсолютно безопасный объект. Вот. Провели испытания и получили Чернобыльскую катастрофу. Не исключено, что и в лаборатории могло быть какая-то учаечка. Могли, например, неправильно захоронить трупы животных, над которыми проводились эксперименты. Захоронивают их, обычно кремируют. То есть там на шанс, что что-то захоронится. То есть сначала очень серьезно обрабатывают химикатами, а потом это все кремируется. Я вот драматизма добавлю, в Китае сейчас умерших от коронавируса поголовно кремируют. И это же, то есть не захоранивают, то есть вне зависимости от религии, от вероисповедания. Их всех сжигают. И такая же рекомендация сейчас распространяется на тех, кто умирает даже и в других странах. И наверняка там лаборатории эти тоже все сжигали. Ну, по стандартным операционным процедурам это все подвергается кремированию в конечном итоге. Альберт Анатольевич, вот недавно было, буквально дня, день или два назад, было на фондовых рынках всего мира оживление. Прошла информация, что китайцы все-таки вакцину, которая защитит, спасет от этого коронавируса, они ее разработали и запустили. Так ли это? Ну, безусловно, у китайцев была фора, потому что они обнаружили эту инфекцию гораздо раньше, чем во всем другом мире. И, естественно, у их ученых и врачей была фора в разработке вакцин. Дело в том, что стандартная, скажем так, процедура разработки вакцин на данный момент занимает многие месяцы, иногда даже годы. И основная сложность даже не то, чтобы сделать вакцину. А сделать вакцину можно буквально там иногда за пару месяцев. Основная проблема заключается в том, что протестировать, что эта вакцина действительно работает, и что эта вакцина безопасна для человека. И именно вот эти вот этапы, они наиболее длительные. Ну, естественно, во время вот таких чрезвычайных ситуаций есть, скажем так, юридические возможности ускорить процесс разработки. Иногда как бы сразу перейти к тестированию на людях, если того требует эпидемиологическая обстановка. Поэтому я думаю, что, безусловно, у них есть кандидаты на вакцины. Я думаю, что такие кандидаты есть и у нас в стране. Сказали, что Вектор в Новосибирске занимается разработкой вакцин. Насколько я знаю, два центра у нас, да? Ну, у нас их несколько. Про некоторые мы можем даже не знать. Но вот, насколько я знаю, есть как минимум даже три центра. Это Вектор в Новосибирске, институт вакцины сывороток в Санкт-Петербурге и научно-исследовательский институт Гамалеи в Москве. Но это только из, скажем так, ведущих центров в России. И, наверное, из тех, кто не военная. Это не военная лаборатория, да, Витя? Ну, там всегда, скажем так, на данный момент это не является военной проблематикой. Это сугубо медицинская тематика. Чем они еще занимаются, какие у них разработки? Я уверен, что у нас и в университете есть научные разработки двойного назначения. То есть, это не делает из нашего университета военную организацию. Альберт Анатольевич, провокационный вопрос. А скажите, вот вы тоже проводите опыты. И мы все знаем, что действительно сейчас у нас Институт фундаментальной медицины и биологии КФВ. Он шумит, он гремит. Очень много интересных опытов, экспериментов, результатов, достижений. А у вас, возможно, такая вещь, утечка? Что-то вы такое конструируете, это для обывателей, которые с предубеждением относятся к таким вещам. На данном этапе у нас в университете совершенно не проводятся исследования с живыми вирусами. То есть, у нас нет для этого лицензии, у нас нет для этого лабораторий. Мы проводим научные работы, например, по эпидемиологии заболеваний, когда мы смотрим, какие штаммы циркулируют у животных. Например, у нас в лаборатории есть проект совместно с Институтом эпидемиологии и микробиологии Казанским по оценке геморгической лихорадки с почным синдромом в грызунах, которые обитают в Республике Творстан. Иногда мы сталкиваемся с запросами от врачей с помощью, например, идентификации разных бактериальных или вирусных инфекций у пациентов. Но это всегда убитый, то есть вирус, убитые образцы, обеззараженные, с которыми мы работаем. Поэтому при всем желании, которого, естественно, у нас нет, у нас просто нет в наличии инфекционного агента, который мы могли бы случайным образом выпустить в окружающую среду. Как это успокаивает. Спасибо. Еще один такой вопрос. Вот я, готовясь к сегодняшнему заседанию дискуссионного клуба, я вас внимательно слушал, недавнее ваше интервью с Андреем Кузьминым. И знаете, меня вот как-то удивило то Резванов Альберт Анатольевич, он как-то вот мне показал, что он легко относится к этому вирусу. Он говорит, вот от гриппа заболеваемость гораздо сильнее, грипп страшнее, ОРВИ страшнее. Ну а это вот, ну это типичная эпидемия какая-то. Вот можно спросить, на чем основано ваше такое вот со стороны кажущееся легковесное отношение? Ну это не только мое мнение, если вы прочитаете мнение действительно экспертов в области здравоохранения, вирусологии, то действительно ситуация достаточно стандартная. Понятно, что она крайне неприятная, все новое всегда пугает и беспокоит, но по сути своей, к счастью, этот вирус действительно передается от человека к человеку не так хорошо, как мог бы хуже, чем, например, вирус гриппа и уж гораздо хуже, чем корь, например. И более того, власти Китая и других стран в этот раз приняли меры предосторожности очень рано, очень решительно. И основная мера борьбы с такими заболеваниями на данный момент, это все-таки карантин. По лечению я уж не буду рассказывать, у нас есть эксперт в этом вопросе, но меры карантина эффективны, это раз. Во-вторых, сама генетика этого вируса не предрасполагает к тому, что это будет очень опасной инфекцией, это два. А в-третьих, на самом деле, уже сейчас от того же вируса гриппа ежегодно умирает огромное количество людей. Вот есть статистика, что от гриппа сейчас ежемесячно умирает 5000 человек во всем мире. Представляете цифры? 5000 ежемесячно. Это вот у нас от коронавируса умерло, перевалило, уже два месяца идет, вот эта активная стадия, у нас перевалило до 500, а у нас в мире от гриппа 5000. Более того, уж не хочу пугать, но если вы прочитаете средства массовой информации, в Казани у нас уже гораздо больше, порядка 150 или даже 200 классов, которые помещены на карантин в связи с ОРВИ, то есть с аспирторными вирусными инфекциями. То есть это стандартная ситуация, когда да, есть сезон, превышен эпидемиологический порог, и если в классе болеет определенное количество учеников, он помещается на карантин. Это стандартные процедуры? Это стандартные процедуры. При этом никто не бьет в колокола, ой, какой ужас, у нас объявлен карантин. Это, как я же сказал, очень эффективные меры по контролю заболеваемости. Понятно. Я хотел бы предоставить слово следующему спикеру, это Осипов Сергей Альбертович. Сергей Альбертович, вот вы по сути на передовой, вы врач, и случись эпидемия у нас, вы примете весь этот удар на себя. Сергей Альбертович, скажите, пожалуйста, вот сейчас ваше мнение и в отношении нашей университетской клиники, и если так можно, в отношении других организаций здравоохранения, готовы ли мы сейчас к пандемии этого вируса у нас в республике? Ну, что можно сказать? Мы не видели никогда. И тем не менее мы сработали так, что не было никакой чрезвычайной ситуации эпидемиологического характера даже на территории республики Татарстан. Мы пережили благополучно тот же SARS, мы пережили благополучно то же нашествие, первое нашествие свиного гриппа, где гораздо больше контагиозность действительно, и гораздо выше была летальность, особенно в первый год его прихода на нашу территорию. Поэтому для какой-то паники совершенно никакой почвы нет, и никакого смысла паниковать тоже нет. То, что в интернете показывают, мне очень нравятся эти ролики, когда стоит человек, и вдруг он, не сгибая колен, падает, и причем все падают только лицом вниз, и причем в одной позе лежат, очень картинный. Но я считаю, что это постановочные трюки. Ни одного не показали лица из тех, кто упал. А если уж умирают вот так вот скоропостижно, ну, во-первых, нельзя от респираторного дистресса синдрома взрослых умереть именно вот так вот в одну секунду. Во-вторых, лицо должно как минимум посинеть и как минимум пойти пеной за рта. Ничего этого на роликах нет. То есть здесь совершенно четко постановочные вещи направлены на то, чтобы напугать население. Кому-то это очень выгодно. Вот. Но что касается вашего предположения, что это какой-то военный вирус, насколько меня учили, я никогда не работал в военных лабораториях, слава богу. Вот. Но тем не менее, насколько меня учили, сначала выделяется вирус и делается для него противоядие, а потом уже нарабатывается вирус в таких количествах, что он может куда-то вырваться. Соответственно, тоже версия такая малая. Наверное, смертность была гораздо выше от военного. Военные вирусы обычно делаются, и бактерии, они делаются таким образом, чтобы передаваться очень быстро воздушно-капельным путем, и, соответственно, там должна быть огромная контагиозность. Если мы сейчас смотрим на Китай, ну, маленький городок, 12 миллионов человек, там, 5 тысяч заболевших. Ну, это для военного вируса это ничто. Вирус, который разлагается под действием ультрафиолета, солнечного света, это явно не военный вирус. Вот. Ну, а что касается нашей территории, еще раз повторюсь, у нас есть все возможности, чтобы... Во-первых, есть опыт работы с более контагиозными вирусами. Ну, возьмем ту же корь, мы же не ходим, не кричим на всех углах, ах, мы сейчас все умрем. Хотя корь передается гораздо более интенсивно, и кори тоже не было на нашей территории очень долго. Опять-таки, врачи уже забыли, что такое реальная корь. Молодежь вообще ее не видела никогда в жизни. Вот. Но, тем не менее, мы спокойно справляемся с этой корью, которая пришла к нам сейчас из Европы, с Украины. Вот. И никакой проблемы в этом нет. С коронавирусом точно так же справимся, потому что мы знаем общие способы защиты. Это, прежде всего, личная гигиена, это, прежде всего, гигиена дыхательных путей. Ну, и, соответственно, у нас есть препараты, которые точно действуют на коронавирус. Это интерфероны, это рибаверин. Все. Сергей Альбертович, вот специфика КФУ. У нас огромное количество иностранных студентов. И есть студенты из Китая. У нас только в Казанском федеральном университете обучается свыше 1200 студентов из Китая. В данный момент известна цифра, сколько студентов находится на каникулах там, в Китае. Это 269 человек. В целях безопасности и в рамках карантина каникулы продлили до 2 марта для этих ребят, которые сейчас там в Китае. Если они приедут, ваши действия? Ну, во-первых, я очень надеюсь, что они обязательно приедут. Соответственно, наши действия точно такие же, как при любой другой инфекции. Это наблюдение в течение инкубационного периода. Сейчас это оценивается в 14 дней. Некоторые студенты уже приехали. И решением оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на уровне кабинета министров республики Тарстан сформированного. Все эти приехавшие сейчас помещены в карантинное учреждение. Выделен специальный благоустроенный пионерский лагерь. Там они будут находиться 14 дней. Если не заболел, то на 15 день он благополучно допускается в организованный коллектив. Что касается студентов, которые приедут после 2 марта. Нужно будет понимать, во-первых, развитие эпидемии в Китае. Возможно, к этому времени уже все уляжется. Соответственно, будут определенные нормативные документы решения именно на уровне Роспотребнадзора, как поступать. Но вообще, если ничего не изменится, то же самое 14 дней наблюдения и благополучно допуск в организованный коллектив. То есть здесь нет ничего сверхъестественного. Причем также мы поступаем со всеми приехавшими с территории Китая и гражданами Российской Федерации. То есть здесь нет какой-то дискриминации по признаку «китаец, не китаец», «русский татарин». Всех совершенно одинаковые правила. Если ты можешь представлять опасность для окружающих, нужно установить за тобой медицинское наблюдение. Все. Вот русский, китаец, китаец, европеец. Вопрос к Альберту Анатольевичу. Прозвучала такая версия, что это поражает только китайцев. Но потом стала появляться информация о том, что в общем-то все расы, все народы есть в случае заражения и других. Почему такая версия возникла и действительно это распространяется только на китайцев? На данный момент нет пока однозначного ответа на этот вопрос. Предварительно действительно было высказано предположение, что возможно этот вирус поражает больше китайцев, чем другие национальности. И это связано, скажем так, с несколькими научными фактами, которые напрямую не связаны с этим вирусом. То, что, например, действительно с генетической точки зрения китайцы гораздо более гомогены, то есть однородны, чем население других стран. И были работы, которые показали, что вроде бы на восьми образцах белок, через который этот вирус проникает в клетки человека, вроде бы его больше у китайцев, чем у других национальностей. Но опять, пока это все не подтверждено научно. И более того, насколько я знаю, Всемирная организация здравоохранения высказалась на этот счет, сказав, что у них нет данных, что этот вирус действует только на китайцев, что зафиксировано в случае заражения и других национальностей. Но почему китайцев больше всех? Потому что оттуда вирус и пошел. А там огромная скучность населения и, естественно, на земном шаре китайцев огромный процент от общего количества населения. А тут еще и очаг эпидемии располагается в Китае. То на данный момент нельзя трактовать статистику как доказательство того, что вирус поражает только китайцев. Сергей Альбертович, спасибо, что успокоили, что готовы. Но вот я хотел бы поговорить о следующем. Вот сейчас население в панике бегает и скупает маски. Масок уже нет, и купить почти невозможно. Тем более, как выяснилось, что ряд масок производится на основе компонентов из Китая. И мы сейчас видим назойливую рекламу, например, орбидол. Орбидол лечит коронавирус. Выступают всякие шарлатаны. Потом начинают проталкивать какие-то другие препараты. Сейчас развелось. Вот включишь телевизор, заглянешь в интернет. Тот или иной мудрый специалист начинает пропихивать какой-то антибиотик. Антибиотики лечат коронавирус? Вы знаете, старая добрая пословица. Для кого война, для кого мать родна. Соответственно, на любой такой ситуации кто-то пытается нажиться. Антибиотики никогда в жизни не работали ни на один вирус. Пошло вот это заблуждение, наверное, больше из стран Европы, когда для профилактики возможных бактериальных осложнений в госпиталях действительно назначаются антибиотики. Я был очень удивлен, когда при лечении ветряной ОСП в Англии назначался антибиотик. Но потом, когда я проанализировал ситуацию, просто поступают в стационары очень тяжелые пациенты. То же самое и по коронавирусу, по вирусу гриппа. Есть очень небольшое количество препаратов, которые могут остановить внедрение вируса через слизистые оболочки, верхние дыхательные пути, желудочно-кишечного тракта. Есть не специфически работающие на вирусные белки препараты, более химические. Но панацеи, скажем, для какого-то вируса просто не существует. Поэтому гигиена, она дает гораздо больший эффект, нежели все остальные. Что Вы можете посоветовать нашим уважаемым телезрителям? Мыть руки. Маски надо носить? Ну, прежде всего, это обработка рук. К сожалению, оказалось, и доказано последние, наверное, лет 5-7 во многих исследованиях, что мы основную часть наших вирусов, которые в нас обитают, а мы постоянно подвергаемся атакам различных вирусов, они приходят к нам все-таки через грязные руки. И основные предметы обихода – это наши любимые смартфоны, без которых многие не живут, наша верхняя одежда, наши руки являются гораздо более грязными, чем, извините, анальная область трупа. Поэтому здесь однозначно работать над личной гигиеной. Маска нужна только если мы контактируем с потенциальным носителем вируса. Причем любого, не обязательно. Это вирус коронавирус, это может быть грипп, это может быть респираторная вирусная инфекция. Вот сейчас, с прошлого вчерашнего дня, по городу Казани, карантин по респираторным вирусным инфекциям. Почему? Потому что дети приходили в класс, больные, и заражали окружающих. То есть здесь уже коллективный разум должен все-таки работать. Если ты болен, не приходи в коллектив, побереги окружающих. Но люди об этом почему-то не думают. Все о своих правах больше заботятся, нежели о правах того, кто находится рядом. Но больше здесь и ничего придумать невозможно. Носить маску заболевшему и ходить на работу – это абсолютная глупость. Потому что эта маска в течение двух часов набирает на себя такое количество вируса, что потом он просто вываливается в окружающую среду. И вот там уже набирается действительно доза, которая достаточна для заражения другого человека. Если же мы проветриваем помещение, всегда при любой инфекции существует такое понятие, как доза инфекциозности. То есть если ты не набрал, грубо говоря, 10 вирусных частиц, заболеть ты не можешь. 9, 8, 7 к заболеванию не приводит. Проветрите помещение, вирусов стало меньше, даже если они в этом помещении есть, заболевания не возникнут. Стимулируйте иммунитет, точнее поддерживайте иммунитет, не нужно ничего стимулировать, потому что дальше пойдет падение. И опять же ничего не произойдет. Это было доказано во многих эпидемиях. Классически это граф Орлов и Чума, это Мечников и Холера опять же, когда люди шли в очаг эпидемии и не заболевали. То есть вот таким образом все просто. И посылки с Алиэкспресса писали, что если вирус на внешней поверхности посылки, если его схватить руками, и потом слизистая оболочка, либо потереть глаза, либо нос, то можно заразиться. Так ли это? Посылки с Алиэкспресса, наверное, более опасны внутри, нежели снаружи. Потому что все-таки ультрафиолет работает везде. И вирус под действием ультрафиолета дезактивируется. Если внутри посылки был вирус, и если ты открыл эту посылку, опять-таки он на твоих руках, а ты его занес в организм, если ты достиг дозы инфекциозности, видите, сколько если уже возникает, 1, 2, 3, 4, 5, тогда, возможно, ты заразишься. Если у тебя плохой иммунитет, а, кстати говоря, иммунитет падает, в том числе при стрессе. То есть если мы подвергаемся паническим настроениям, наш иммунитет резко падает. В Китае сейчас в заблокированных городах отложилась такая некая непрописанная, но установленная социальная норма. Люди держатся друг от друга на расстоянии не менее двух метров. Вот эта дистанция сейчас такая отложилась. Хватит ли ее, чтобы не заразиться? То есть я не говорю нашим уважаемым телезрителям, что надо сейчас избегать людей в радиусе двух метров, а то и больше. Но все-таки сколько радиус заражения у этого вируса воздушно-капельным путем? Ну, при чихании кашля частицы слюны улетают на расстоянии где-то одного метра. То есть мы дважды перекрываем это расстояние, то есть воздушно-капельным путем респираторная инфекция с двух метров однозначно до тебя не долетит. Может быть, из-за этого как раз и взята эта норма. Плюс наши морозы. По поводу морозов, в общем-то, здесь тоже ситуация интересная. Сейчас очень мягкая зима. Зима, которая как раз благоприятна для развития респираторных вирусных инфекций. До 5 градусов они благоденствуют в такой погоде. Если мороз будет гораздо выше, опасность гораздо меньше. Но у нас осталось 3 недели до стандартной ситуации, когда инсуляция уже такая высокая, что резко уходит на уболь все вирусные инфекции, даже типичные для нашей местности, не то, что уже где-то там из теплых стран. Поэтому через 3 недели, я думаю, ситуация будет вообще абсолютно безопасна. Сергей Альбертович, вот поступил к вам пациент, кашляет, чихает и говорит, у меня подозрение на коронавирус. Тесты, как вы сможете это определить? Значит, здесь ситуация по городу достаточно простая. Такой пациент сразу изолируется, сразу перевозится, если есть подозрение на коронавирус, то есть, если пациент говорит, либо что был в Китае, либо контактировал с тем, кто был в Китае, и кто проявлял симптомы респираторной вирусной инфекции, такой пациент изолируется в республиканской инфекционной больнице, специально выделены для этого отделения. И там проводится, отбирается материал, и на уровне Роспотребнадзора, в лабораториях Роспотребнадзора проводится тестирование ПЦР-методикой, то есть, в течение суток мы получаем результат, да или нет. Все. А экспресс-тесты есть уже, да? Экспресс-тестов на сегодняшний день нет, по крайней мере, вот экспресс-тесты, как тест-полоски, которые там в течение 15 минут дают какой-то сомнительный результат. А ПЦР достаточно четкий и проверенный метод исследования, он существует, уже не одна тест-система существует, и на территории Российской Федерации зарегистрирована. Соответственно, они разрешены к применению и применяются сейчас. Еще раз спасибо, что успокоили. И я хотел бы обратить внимание немного на другую плоскость, на экономическую. Вот подобного рода вещи, когда, допустим, тот же самый Всемирная Организация Здравоохранения, которая 6 дней назад обдевила обстановку вокруг коронавируса, это чрезвычайная ситуация мирового масштаба, это очень сильно повлияло на рынки. Как я уже начинал говорить, то там простое событие о том, что кто-то в Китае там брякнул, заявил, что все, у них там вакцина уже готова, это и цены на фондовых биржах стабилизировались, но все равно ситуация вокруг вируса вносит достаточно большую нервозность. И я хочу нашим уважаемым теледрителям, например, сказать, что сейчас в Китае наблюдается падение спроса на нефть на 20%. Как только вирус вошел в широкое мировое информационное пространство, это примерно 20 января, цены на нефть упали на 13%, и сейчас нефть торгуется около 60 долларов за баррель, и есть даже прогнозы, что она до 47 долларов за баррель упадет. Появились многочисленные эксперты, которые говорят, что все, впереди финансовый кризис, хватайте, запасайтесь тушенкой, вкладывайте в золото, купите вот эти вот мои акции. Игорь Анатольевич, скажите нам, как есть на духу, стоит ли бояться нам сейчас финансового, мирового кризиса, как нам говорит всемирное уважаемое агентство МУДИС, рейтинговое. Давайте начнем как бы с самого начала. Безусловно, любые серьезные, чрезвычайные ситуации, в том числе и такого медицинского, эпидемиологического характера, это потери для мировой экономики и для национальной экономики как вовлеченных стран, так и других стран связанных, поскольку сейчас экономика является в значительной степени глобальной, и любая подобная ситуация затрагивает всех. Значит, что касается прямых потерь, связанных с эпидемией, ну, условно говоря, затраты на вакцины, лекарства, лечение больных, обеззараживание различных помещений и территорий, безусловно, эти затраты ничтожно малы по масштабам мировой экономики и о них никакой речи нет. Речь, конечно, идет о возможных косвенных издержках, связанных с эпидемией. В первую очередь проблема заключается в том, что эпидемия началась именно в Китае, затронула в первую очередь именно Китай, а Китай на данный момент является, скажем, одним из крупнейших элементов глобальной экономической системы, на которой завязаны все. Вот так или иначе завязаны все. Всемирная фабрика. Да, это всемирная фабрика, скажем так, это элемент глобального механизма, без которого механизм на данный момент работать не может. Поэтому тот факт, что в Китае случилась чрезвычайная ситуация подобного характера, однозначно влияет на все страны мира, ну и за исключением тех стран, которые, скажем так, находятся совсем-совсем на периферии мировой экономики, и в этом проблема. В чем проблема в первую очередь будет проявляться? В Китае вводятся, уже введены и могут еще дальше вводиться по мере развития эпидемии, вводятся карантинные мероприятия, в результате чего закрываются производства, закрывается или усложняется движение людей внутри страны. Уже известно, что Эйпл, например, прекратила производство смартфонов. Да, 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 То есть не могут ни люди попасть после каникул на свои предприятия, не могут не перемещаться комплектующие сырье, материалы внутри страны. пока, к счастью, пока, к счастью, грузоперевозки как внутри Китая, так и за пределы Китая, и из-за пределов Китая в Китай не приостанавливаются, приостанавливаются в основном пассажирские перевозки, поэтому ну, такого глобального критического влияния здесь нет, но, тем не менее, внутри Китая отдельные виды производств уже закрываются. Это значит, что продукция этих производств не попадет смежником за пределы Китая, там будет останавливаться производство, а сами китайские предприятия перестанут нуждаться в сырье и материалах и комплектующих из других стран, в том числе из России. Поговорим о насущном. Наши магазины завалены китайской продукцией в части радиоэлектроники, компьютеров и смартфоны и нечто подобное. Стоит ли нам сейчас бежать в магазины, чтобы купить, пока поставки не прекратились? Думаю, пока бежать никуда не стоит. Дело в том, что те товары, которые вы перечислили, вообще не являются предметами первой необходимости, и без них, в общем-то, вся мировая экономика может пережить два-три месяца, даже полгода. Скорее речь идет о проблемах, которые могут возникнуть в производственном секторе. То есть, понятно, что если мы создаем нечто сложное с электронной начинкой, какие-то электронные компоненты производятся в Китае, там завод остановился, значит мы вынуждены останавливать свое производство, затормаживаются серьезные инвестиционные проекты, серьезные производители останавливают производство, там людей отправляют вынужденные отпуска, вот здесь может возникнуть проблема. Что касается наполнения товарного рынка, то тут я не думаю, что будут какие-то критические, серьезные сбои, которые могут повредить каждому из нас в отдельности и экономике в целом. Конечно, безусловно, до тех пор, пока речь идет о ограниченных временных рамках. Понятно, что месяц мы спокойно переживем, и два переживем, и три переживем, то есть по инерции еще мировая. Есть товарные запасы. Да, есть товарные запасы, есть и на складах китайских предприятий товарные запасы, которые пока будут поставляться. Есть и какие-то альтернативные источники, потому что не только в Китае находится производство, есть производство и в Корее, и в Малайзии, и в Индонезии, и в Таиланде, и где угодно. Если речь идет о двух, трех, четырех месяцах, ничего страшного не произойдет. Если ситуация будет развиваться дальше, мы понимаем, что за длительный срок эпидемия может достигнуть таких масштабов, когда придется действительно Китай закрывать на карантин. Он и так уже по сути начинает закрываться. Это пока для движения людей, пока не для движения товаров. В этом случае действительно проблема будет серьезной, но я надеюсь, что до этого не дойдет. пока эпидемия, насколько я могу судить из средств массовой информации, пока эпидемия даже в Китае носит относительно ограниченный характер, а за пределами Китая, наверное, коллеги меня поддержат, за пределами Китая таких очагов распространения эпидемии вроде бы нет. Вроде бы нет. То есть в других странах выявляют заболевших, тех, кто приехал из Китая, как китайцев, так и местных граждан, но по крайней мере там распространение инфекции в других странах не происходит. Там сразу это все локализуется и Я хочу напомнить нашим теледрителям, что правительство практически всех стран мира предпринимает действия по эвакуации своих сограждан из Китая, в том числе и наше российское правительство, оно бортами военно-космических сил сейчас эвакуирует оставшихся у нас российских граждан в Китае, помещает их в карантинный лагерь под Иркутском, где в течение как минимум двух недель их будут там выдерживать, наблюдать и только потом уже по истечению данного времени все будет хорошо, их туда выпустят. Такие же меры сейчас вводятся и в других странах. Пока у нас в Казани все хорошо, правда, вот сейчас появилась информация буквально вчера, что на круизном лайнере есть семья, есть казанцы, но эта ситуация наш оперативный штаб держит под контролем, и не все так страшно и мрачно, то есть по приезду будут выполнены необходимые стандартные процедуры. Игорь Анатольевич, вот прошлый год был невероятно плохим годом с точки зрения темпов роста китайской экономики. Всего 6% это самый низкий темп роста китайской экономики за последнее время. И это было до ситуации с коронавирусом. и сейчас ваш прогноз наверняка замедлится китайская экономика из-за этого. Окажет ли это влияние на рынки, на нас с вами? Опять-таки я возвращаюсь к этой теме мирового финансового кризиса. Безусловно, надо сказать, что и в прошлом году были прогнозы вполне обоснованные о том, что этот год станет годом еще большего замедления китайской и мировой экономики. Это еще до появления вируса. Сейчас в связи с вирусом безусловно китайская экономика сильно затормозится. Пока невозможно прогнозировать насколько сильным будет это замедление. Безусловно затормаживающаяся китайская экономика потянет за собой и всю мировую экономику, поскольку взаимосвязи очевидны. Российская экономика уже почувствовала это через цены на нефть, которые вы сказали 60 долларов, нет, сейчас уже 55-56 долларов цена на нефть. Безусловно, торможение будет. вирус окажет на это влияние. Насколько серьезным это торможение окажется, невозможно предсказать, все зависит от периода времени, который займет эпидемия до момента ее локализации. Безусловно, тут прямая связь, чем дольше она будет продолжаться, тем больше будут ее масштабы, чем быстрее локализуется, тем меньше масштаба. Тем больше будет паника и различная конспирология, тем... Безусловно, хотя в данном случае я тоже ни в какую конспирологию не верю, это чисто естественная ситуация, которая естественным же образом разрешится, как разрешалась она многократно до этого. Что касается финансовых рынков, да, финансовые рынки отреагировали негативно на эту ситуацию, но не настолько негативно, чтобы можно было говорить о каком-то глобальном финансовом кризисе. Если эпидемия закончится достаточно быстро, то тут же начнется ускорение, восстановление, закрытие тех провалов, которые были в период эпидемии. Города разморозятся. Да, то есть все это будет достаточно комфортно пережито мировой экономикой, ну, плюс к тому мировые экономические власти будут иметь возможность списать на эпидемию торможения мировой экономики, скажут, ну вот, она же не сама затормозилась, вот это из-за вируса. Поэтому все спокойно. Ни о каком глобальном кризисе, я думаю, речи здесь не идет в связи с данной эпидемией, при условии, что она закончится в разумные сроки, в пределах пары-тройки месяцев, не больше. Я смотрю у наших спикеров прямо единодушие сегодня, что все спокойно, все под контролем, и хочу, чтобы присутствующие здесь наши уважаемые посетители, задали, представители СМИ, задали вам вопросы напрямую. Прошу. Вы уже сказали, что этот вирус, эта эпидемия не является такой страшной, как ее малюют, но какие признаки в будущем или вообще теоретически, какие признаки вы увидели в СМИ информацию, увидели в микроскоп этот новый вирус, который вам пришел, вы сказали, да, это беда, это будет большая проблема. По каким признакам можно определить, что какое-то новое заболевание, которое может не относиться, это будет новая испанку, условно говоря? Ну, во-первых, очень важно постоянно оценивать эпидемиологическую ситуацию, то есть, какие вирусы циркулируют в природе в естественных носителях, у птиц, у свиней, у китайцев, у всех тех, кого они едят. Это позволяет спрогнозировать возможные перетасовки генетические и возможные варианты того, что произойдет. Но 100% предсказать, что будет в случаях таких инфекций невозможно. Поэтому каждый раз и возникает небольшая напряженность, ну, или большая напряженность в ожидании, как же в этот раз природа раздала карты. что немножко отличает такие вирусы от более прогнозируемых, такие, как, например, вирус гриппа. Именно поэтому, например, очень важно с точки зрения классических инфекций проводить вакцину-профилактику, а вот против таких редких инфекций, которые раз в несколько лет только выстреливают, тут даже вакцина-профилактика не очень эффективна. Даже не то, чтобы эффективна, а целесообразна. именно поэтому те вакцины, которые все как-то бодро отрапортовали, что были созданы вакцины от первых двух коронавирусов, SARS и MERS, ну, создали, но по сути своей они лежат на складе на всякий случай, потому что спрогнозировать, что будет еще одна такая вспышка именно этого вируса невозможно. Поэтому в данной ситуации сейчас ученые накапливают объем знаний для того, чтобы, условно говоря, по генотипу предсказать патогенность вируса. Но так же, как и с человеком, когда еще мы научились расшифровывать геном человека, но до конца предсказать, что это значит, ученые еще не могут, так же и с вирусами. Чисто по научным данным предсказать это очень сложно. Поэтому приходится ждать, когда эпидемия состоится и уже опытным путем на собственной шкуре через наблюдение оценить опасность той или иной вспышки. При каких наблюдениях, при каких условиях вы поймете, что это вирус действительно опасен, действительно патогенен, действительно смертельно опасен для всего человечества? Только по наблюдению как протекает инфекция, как люди, заражаются ли люди при контакте между собой, потому что часто вирусы могут заражать из животных, могут заразить человека, но после этого очень плохо или вообще не передаются от человека к человеку. То есть основные факторы риска для эпидемии, пандемии, это контегиозность, то есть передача от человека к человеку и вторая уровень смертности. Если эти два фактора учитываются, то есть вероятность, что будет не очень приятная вспышка. Какой должен быть уровень смертности, еще раз точню, чтобы мы поняли, что это действительно опасно? Вопрос не к биологу, вопрос к медикому. Да, пожалуйста. Пора выручать. Значит, для того, чтобы сказать, что да, действительно близка мировая трагедия, мы должны первое иметь какой-то биологический агент, неважно, вирус, бактерию, гельминта, какой угодно биологический агент, который легко паразитирует на любых расовых расах и группах, это первое. Второе, должна быть действительно высокая контегиозность, третье, должна быть очень маленькая доза инфекциозности, то есть буквально одна вирусная частица вызывает заболевание, тогда да, это серьезно. Должна быть передача воздушно-капельным путем, причем на большие расстояния должна быть устойчивость агента во внешней среде, и вот когда все это вместе складывается, вот тогда да, это действительно опасно. Но можете вспомнить, например, буквально недавно в Индии была вспышка чумы, когда все страны мира послали туда свои медицинские силы для того, чтобы эту вспышку подавить, потому что если раньше и на территории многих стран чума присутствует, в том числе и на территории Российской Федерации, ее, правда, сейчас уже никто не боится, как раньше, вот, но это кожная форма, а в Индии сразу возникла легочная форма чумы, и вот это стало действительно опасным для всего человечества, поэтому были консолидированы все усилия медиков мира, и вспышка была подавлена буквально там за месяц, что касается коронавируса, ну, пока такого нет, опять же, то есть, пока вот это все не сложилось в единую цепочку, говорить о конце света рановато. Сергей Альбертович, скажите, пожалуйста, а по данным Минздрава Татарстана есть ли превышение цен на медицинские маски, и не испытывает ли Татарстан недостаток? в таких предметах? Значит, я могу сказать, что на сегодняшний день не зарегистрировано, ну, во-первых, цены на маски, они не регулируются государством, это не цены на жизнь необходимые и важные лекарственные средства, вот, но, тем не менее, превышение цен от обычного уровня, оно тоже не зарегистрировано, и в Татарстане создан достаточно запас масок, в том числе и на складах крупных дилеров, в том числе и на складах Гупта Техмедфарм, чтобы обеспечить нашу территорию на ближайшие пять месяцев. То есть, да, осень доживем. Уважаемые спикеры, пожалуйста, успокойте казанцев, скажите, что в Казани коронавируса нет, и еще такой вопрос, если этот вирус такой неустойчивый в окружающей среде, то почему существует предписание сжигать тела погибших от него? Спасибо. Вопрос хороший, но первое, на территории Казани коронавируса 2019 точно нет. Все, которые заехали, я тут немножко не согласен с утверждением, что всех концлагерь под Иркутском, у нас благополучненько больше 300 человек прилетело из Китая только в ближайшие 10 дней, и они все под медицинским наблюдением, и среди них нет ни одного, который проявил бы симптомы респираторной вирусной инфекции. Предписание сжигать биоматериал, оно существует везде, если это лабораторный биоматериал, так как сжигание это самый простой способ навсегда обезопасить эти биологические отходы. То есть сжигаются биологические отходы из обычной больницы, аппендикс, который удален был у пациента после гистологического исследования, он также сжигается, но это не значит, что пациент представлял опасность для мирового сообщества. Это самый простой способ утилизации. Есть моменты, когда люди пытаются посещать различные старые захоронения, захоронения животных, захоронения людей, и встречаются с теми микробами, которые существовали 100-200 лет назад. Это не лучшая ситуация, потому что и наш генетический фон изменился, и антигены микробов поменялись, и просто для того, чтобы не вызвать в дальнейшем через 100-200 лет какие-то проблемы у человечества, и принято сейчас во всем мире, что биологический материал утилизируется путем сжигания. Ну, а буддистов это уже очень давно, а Китай все-таки это буддизм больше. Вопрос, наверное, больше к вам, Игорь Анатольевич. Существует еще одна версия, что этот вирус специально все-таки завезли в Китай, чтобы подорвать их экономику. Это сделало США именно. Имеет ли место быть такая версия, или это очередной бред? Как версия, это можно все, что угодно использовать, но тут, конечно, наверное, я сошлюсь на мнение своих коллег, что данный вирус все-таки носит по всем признакам естественный характер, и если бы завозили этот вирус, то он бы, наверное, по-другому себя вел, и завозили бы его, может быть, не в Ухане, а в какие-то более существенные для Китая центры промышленные, административные, потому что Ухань это все-таки по нашим меркам огромный город, но по меркам Китая это провинция достаточно захолустная, не представляющая какой-то особой ценности, но при этом там действительно существуют условия для проникновения новых вирусов из животного мира в среду человеческую, поэтому я бы сказал, что эта версия чересчур конспирологическая, тем более, что американцам, в общем, нет большого смысла подрывать китайскую экономику, они слишком сильно друг с другом связаны. Спасибо. И вопрос по посылкам из Китая, я так не совсем поняла, то есть их все-таки стоит опасаться, хотя ведь есть такое мнение, что этот вирус не так долго может жить, пока нам вот эта посылка из Китая доедет за три месяца, за месяц, может быть, он там умрет даже, пусть и внутри. Если она едет три месяца, точно можно не опасаться. Если ехало меньше, а у нас как-то так почта стала работать гораздо лучше, особенно из Китая, посылки бывает пролетают за три, за четыре дня, ну элементарно обработайте поверхность любым антисептиком и больше ничего не опасайтесь, обработайте свои руки. Опять-таки я говорю о дозе инфекционности. Если доза инфекционности достаточно большая, как и у коронавируса, не набрал дозу инфекционности, нет заражения. Ну как и в любом случае правила личной гигиены, в любом случае если ты дотрагиваешься до чего-то незнакомого, ну ожидаешь, что там может быть что-то не очень полезное для тебя. Чеснок, алкоголь помогают? Помогают, особенно в сочетании, чтобы развился цирроз печени и быстрее смерть пришла. Тут начали распространять информацию о неком шотландце, который вылечился, внимание, от коронавируса приемом алкоголя. Так ли это? Такого быть не может по сути своей. Единственное, если он каким-то образом резко стимулировал свой иммунитет, принимая какой-то алкоголь, тогда может быть. Но я не знаю, не слышал ни разу ни о каком алкогольном напитке, который обладал такими чудесными свойствами. Нет, естественно, это миф. Или просто кто-то решил сделать себе хайп на этой новости. Тема хайповая, народа сейчас вокруг нее кормится много, и, соответственно, нас будут постоянно сейчас бомбить то такой конспирологии, то такими вот шотландцами, то вот орбидолом, который все лечит. Еще, пожалуйста, вопрос. У меня, есть продолжение к этой теме. Игорь Анатольевич, я хотел вам задать вопрос. Как можно заработать на этой панике, на этой эпидемии? Можно и заработать? Ну, чисто теоретически, конечно, заработать можно, но дело в том, что понятно, что финансовые рынки позволяют заработать на чем угодно, причем неважно на росте, на падении, но в данной ситуации заработать можно, либо очень сильно угадав, на такое везение наверное рассчитывать не стоит, либо будучи уж очень мудрым и знающим профессионалом, да еще и обладающим какой-нибудь инсайдерской информацией. Было уже сказано, что после открытия, после каникул шанхайской биржи рынок ценных бумаг, рынок акций китайский упал, приблизительно он упал на 10%, ну и что после этого, не на 10%, даже больше процентов он упал, ну и что после этого произошло, после этого он вот уже четвертый день растет. Потому что слух появился, что вакцина. Ну не суть важна, просто первое движение, оно как правило бывает сверх реагирующим на ситуацию, и потом идет некая коррекция. Поэтому вот тот, кто увидел в первый день, что ой, рынки начали падать и решил заработать на этом падении, вот сейчас он сидит и проигрывает, потому что рынки уже начали расти. Поэтому в подобных кризисных ситуациях очень не рекомендуется непрофессионалам пытаться вот что-то урвать, что-то ухватить. Да вот, господи, что-то далеко за примерами ходить. Пять лет назад, 16 декабря 2014 года, очереди в обменные пункты за долларами по 100 рублей. Люди в очередь покупали, по 100 рублей доллары. ну и что теперь? Вот что они заработали? Они попытались на хайпе что-то заработать. Ну а например, покупать акции того же производителя орбидола или фармкомпании? Есть простой способ? Боюсь, что каких-то таких глобальных заработков эти компании не получат, поскольку этот орбидол в выручке этой компании составляет наверняка ничтожную долю. знаете, вот есть одно очень часто сегодня это орбидол звучал. Я думаю, что это очень-очень вредная реклама. Дело в том, что нет абсолютно никакой доказательной базы, что этот препарат работает. То есть, что бы вам производитель не говорил. И во всем мире над нами смеются, что в нашей стране этот препарат пользуется такой популярностью при полной отсутствии доказательной базы. Поэтому тут могут на меня в суд подавать, могут на не подавать. То есть, я абсолютно не боюсь этого. все-таки нам тоже нужно очень аккуратно общаясь со зрителями называть. Мы называем это смеясь, а на самом деле это может нанести огромный ущерб населению. Потому что человек начинает закидываться орбидолом и игнорирует нормальные... На данный момент нету ни одного лекарства, которое бы напрямую действовало на коронавирус. То есть, вот рибавирин, который упоминался сегодня, интерфероны, они действуют опосредованно и то в рекомендациях и в Всемирной организации здравоохранения и нашего Минздрава. Это сказано, что, ну, так как больше ничего нету, можно использовать для лечения. Но на самом деле, вот в аптеке вы абсолютно ничего не купите, чтобы вам помогло от ОРВИ и от коронавируса в частности. Напрямую. Да, так что по большому счету сильно заработать на акциях фармкомпании вряд ли получится. Ну, и если, если повезет очень сильно вот поймать какой-то вот момент резких перепадов, каких-то хайпов, которые продлятся, может быть, один-два дня, вот что-то можно ухватить, но можно точно так же и проиграть. Поэтому, если вы не профессионал, то лучше не соваться в подобные игры. Сергей Леонидович, вот с Китаем у нас очень большая протяженность границ. У нас в стране очень много китайцев, граждан Китайской республики, да? Почему такой малый процент заражения? Они есть уже в Финляндии больше зараженных, то есть на это влияет климат, мороз, что на это влияет? Либо мы не до конца озвучиваем у нас в стране. Как вы бы на это ответили? Я бы ответил проще. У нас не до конца потеряно понимание, что такое эпидемия. У нас не до конца разрушена противоинфекционная служба. в отличие от стран Европы у нас есть инфекционные больницы, у нас есть инфекционная служба на сегодняшний день. В Европе принято, что инфекции в природе ну такое вот расхожее мнение инфекций в природе не существует, это все ваши придумки. Соответственно в больницах есть инфекционные отделения, но больше инфекционных палат, якобы инфекционных палат. То есть изоляция гораздо меньше, гораздо более легкие правила общения с потенциальным инфекционным пациентом. Санэпидслужбы допростят меня люди, которые больше склоняются к европейским традициям, но против такого понятия как Роспотребнадзор в Европе по-моему тоже отсутствует. Соответственно вот эти все силы они все-таки нашу страну берегут. Ну и плюс еще второй момент в нашу страну не едут в большом количестве очень богатые китайцы, а те, которые менее богаты, они просто не вылетали во время эпидемии в свою страну. Вот два этих фактора и играют существенную роль с моей точки В Америке такая организация тоже есть, Центр по контролю заболеваемости. В каждом штате есть лаборатории, которые аффилированы, так называемые State Health Departments, то есть Департамент здравоохранения штатов, который выполняет функцию Роспотребнадзора. И просто общаясь со своими коллегами, там абсолютно никакой паники нету. Тоже обычная работа с населением. Да, если будут появляться случаи, как бы обращаться в центральный офис, но вот такого какого-то ажиотажа среди профессионалов в области здравоохранения не наблюдается. Меня все это успокаивает, то есть нас всех в принципе то, что вы сегодня рассказали, это на самом деле успокоило, но вызывает вопрос, в чем тогда проблема в Китае? Почему такие вообще какие-то непредвиденные какие-то меры огромных масштабов беспрецедентные? С чем это связано? С чем связано, что президент нашей страны собирает представителей правительства и на уровне президента Россия это обсуждается. В этом у меня несколько диссонанс возникает с нашего разговора. То есть я понимаю, что это не страшно и цифры говорят об этом. Почему Китай ведет себя так? Очень большая скучность населения. Если бы не было такой скучности, если бы не было такого загрязнения окружающей среды в Китае, все было бы проще. Их слишком много на одном квадратном метре. Поэтому эпидемия может иметь возможность распространяться достаточно быстро. Чем дальше люди друг от друга, тем меньше шансов развития эпидемии. Ну и во-вторых, легче предупредить, чем лечить. Это общеизвестный принцип. Ну а в-третьих, в любом случае очень важно наблюдать за родительной ситуацией, потому что вирус это не что-то стабильное. Он может и мутировать, скажем так, лучше подстроиться под организм человека. И здесь лучше заранее принимать ограниченные меры, которые могут быть крайне эффективны на начальных этапах, чтобы не допустить большой беды, потенциальной беды в будущем. Шахмахмуд, у меня вопрос в научном плане. Есть идея, что рецепторный белок искусственный ЕС Е2, который можно использовать и для диагностики, и для в качестве вакцина, ведется ли какую-то работу в России, используя этого белка, вот это как раз мне кажется, что как это решение, не дай бог, если что-то случится, можно использовать такие идеи для наших салютов. Спасибо. Ну, этот белок это обычный белок в человеке, который используется в нормальной жизнедеятельности. То есть он есть у любого человека, поэтому использовать его в диагностике однозначно никак не получится. Он есть и у вас, и у меня, и вакцина на основе этого белка сделать тоже невозможно, потому что опять-таки это нормальный белок человека. Он всего лишь является точкой для входа вируса. Просто вирус так сделан, что он научился цепляться за этот белок, чтобы попасть внутрь клетки. Есть, конечно, варианты создания препаратов, которые бы блокировали взаимодействие вируса с этим рецептором на поверхности клетки, но это, скажем так, очень высокая технология с точки зрения фармакологии. А вакцины, которые разрабатываются против вирусов, в том числе коронавируса, это вакцины, которые содержат вирусные белки, которых обычно у человека нету, которые вводятся в виде вакцины в организм человека, чтобы человеческий организм выработал антитела, выработал иммунитет против именно вирусных белков. В этом в общем-то и суть вакцины. Это не вирусный белок, это белок человека. И если ты будешь его целенаправленно расщеплять, удалять, то это ни к чему хорошему не приведет, так как он необходим для нормальной жизнедеятельности организма. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. В доседании нашего дискуссионного клуба хочется объявить закрытым. Я хочу поблагодарить присутствующих здесь. К сожалению, студенты не пришли, у них каникулы, а не карантин. Не пугайтесь, пожалуйста. Но хочу поблагодарить вас за высокую активность и за очень интересные вопросы. Ну, а наших уважаемых скипикеров, экспертов хочется по-человечески поблагодарить за то, что развеяли большую часть страхов наших панических настроений и столь грамотно и доходчиво объяснили, что не так страшен черт, как его молюет. С вами был я, Альберт Бекбов, журналист Казанского Федерального Университета. Всем большое спасибо. Редактор субтитров